Привет, дорогой друг! Посмотри мой предыдущий ролик. Я за это буду очень тебе благодарен. А сегодня мы поговорим о новом смартфоне от компании Xiaomi Mi 11. О нем уже ходят слухи, слуги ходят давно и сейчас появился такой слух. Говорят, что Xiaomi выпустят уже в январе, но у меня есть апдейт этого слуха. Xiaomi должны выпустить уже в этом декабре. Вот такие дела. И самый главный слух, смотрите, что я вам покажу. Вот вы видите, это камеры, задняя поверхность, задняя спинка смартфона Mi 11. Но я думаю, здесь не все так просто. Инсайдеры говорят, это просто Mi 11, а я думаю, это как раз та самая Mi 11, которая отличается компактностью. Ребята из компании Xiaomi после презентации iPhone 12 mini рассказали нам о том, что они готовы предоставить свой ответ маленькому компактному смартфону от компании Яблоко. Ну, вы понимаете, что это Apple. По обрамлению спинки видно, что это либо обработанное стекло, которое выглядит как алюминий, либо они вернутся к алюминию. И это достаточно интересный ход в 2021 году, потому что все остальные делают как яблоко со стеклом сзади. Но даже если это будет стекло, которое имеет такую шероховатую поверхность, это очень круто, потому что смартфон будет реально удобно держать в руках. И я уже своей жене Кристине сказал, что давай купим его тебе, потому что, ну, он реально крутой. И даже блок камер, он прям смотрится самобытно, круто, по-дизайнерски даже немножко мило. Странно это слышать от мородатого идиотики было. И мне он очень нравится. Какие спинки нас ждут? Говорят, что у нас будет супер хороший ультраширик, и iPhone тут сливает в полную. И будет большой white основной модуль с большим размером сенсора, возможно, еще с какими-то плюшками. Там есть лок-режим для снятия видео в плоской лок-гамме, там есть про-режим, там есть возможность снимать в RAW и, скорее всего, будет возможность снимать в HDR, HDR-видео. 10 бит не знаю, но возможно и такое. И поэтому Xiaomi опять залезет в топ Dixo Mark, потеснит там новый iPhone и будет стоить, самое главное, тра-та-та-та-та, от 4000 юаней. То есть iPhone в Китае стоит от 6-ти его, допустим, конкурент. То есть мини-версия стоит там 5200, но с такими характеристиками и с таким количеством памяти смартфон от Apple стоит, скорее всего, 6-7 тысяч, а этот будет от 4-х. На подходе у меня интересный сайт, фото-сравнение Redmi Note 9 Pro 5G с остальными конкурентами. Я откопал интересный блог на китайском портале Baidu, вместе с вами я его посмотрю, и вместе с вами я поделюсь своими комментариями. Вот такое видео скоро выйдет. И как вы думаете, насколько хорош будет Mi 11? Я очень жду его, мне кажется, что это будет хороший смартфон. Смотрите, у Xiaomi есть странная тенденция. У них есть смартфон с интересным дизайном и потом смартфон с каким-то днищем. Например, многим не нравится Mi 8, но нравился Mi 6 и Mi 5. Потом после Mi 8 Mi 9. Тоже многим он нравился, многим нет. А потом Mi 10, который не нравился откровенно никому. То есть я не знаю, мне многие говорили, что вот дизайн Mi 10, это, конечно, чудо спорное. Сейчас у нас будет Mi 11, и он по дизайну, мне кажется, опять будет красив, полюбится многим. А все статьи, которые сейчас, они пестрят заголовками. Убийцы флагманов от Xiaomi. Потому что даже на китайском рынке он будет рвать всех и по цене, и по характеристикам. Потому что OnePlus'а стоит дорого, Huawei стоит дорого, Oppa тоже стоит дороже. Остается только Xiaomi. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...